Барлаков Магомед Халитович, руководитель координационного центра по борьбе с COVID-19 в Малокарачаевском районе, врач-анестезиолог-реаниматолог. Родился 17 августа 1985 года в селе Учкикен. В 2002 году окончил среднюю школу и поступил в Кубанский государственный медицинский университет. По окончании в 2008 году поступил в рабочую интернатуру на базе Карачаева-Черкесской республиканской клинической больницы. В 2009 году поступил в ординатуру на базе Кубанского государственного медицинского университета. С 2011 по 2018 год работал в Есентуфской городской больнице. После этого два с половиной года проработал реаниматологом-анестезиологом в 4-й городской больнице города Москва. Магомед Халитович, почему вы решили вернуться в родную республику в момент начала пандемии коронавируса в нашей стране? Я понял, что вероятнее всего я буду болезен здесь. Первым делом, когда я приехал сюда, это было ещё в марте, мы занялись тем, что мы начали подготавливать больницу под госпиталь. Я понимал, что пул будет. Вы знаете, когда ты видишь, что происходит в Москве, у нас было запоздание где-то на месяц по сравнению с Москвой. У нас в Москве был пациент, поступил с грыжей, я помню, меня вызвали на него, он говорит, вы знаете, грыжа меня не так сильно беспокоит, как меня сильно беспокоит температура под 40. И уже памятуя и зная о том, что началось, мы взяли у него мазок, и все, у него подтвердился мазок, и все, кто к нему ходил, мазок подтвердился. Я и сам там неделю где-то болел после этого. Я звонил сюда знакомым, я говорю, как дела? Говорит, мы не верим вообще в существование коронавирусной инфекции. Это, говорит, придумали, чтобы нас чипировать. Ну, сами понимаете, там, да-да-да. И началось перепрофилирование стационаров. Я пошел, устроился на работу в коммунарку и увидел, что творится в коммунарке. Просто, знаете, это невозможно. После нормальной, обычной жизни, это как бы попасть прямо в эпицентр боевых событий. Бесконечная скорая, бесконечная толпа людей, в смысле потоп такой был. Я просто вот периодически выходил в фойе, стоял и вот, знаете, как в аэропорту. Не успевали это. Брали людей на работу одним днем, потому что даже персонала не хватало это все сделать. Коммунарка вообще должна была открыться 1 апреля, как онкоцентр. И сразу стало понятно, что онкоцентра там не будет ближайший, как минимум, год, наверное, потому что просто был ужас. И мне тогда, не знаю, стало страшно за близких здесь, наверное, так. Я понимал, что я могу быть полезен. Поэтому я, приехав сюда, начал все готовить под госпиталь ковид. Но госпиталь ковид, знаете, даже в лучшем случае, это, ну, 100 человек мы поместим, скажем так, да. Провели кислородные точки. Сделали их 10 штук для того, чтобы обслуживать район. Мы примерно рассчитали возможное осложнение, возможное количество людей. Но потом здесь собирался оперштаб, обсуждалось это все людьми, главами всех структур. И к общему мнению пришли такому, что какой бы мы госпиталь не создали, поместить те цифры, которые мы потом осматривали, мы не смогли бы никуда. Нет такого здания, нет такого помещения, да и ресурсов у нас не хватало, к сожалению. Когда вы вернулись в Учкекен, какие настроения царили среди местных жителей относительно пандемии? Обычная жизнь вообще, вот прямо обычная, обычная. Все шло обычным чередом. И когда я людям рассказывал ужастики, они думали, что я их просто пугаю. И да, много таких интересных историй, но это уже, наверное, больше байки, которые будем рассказывать потом. Когда я людям говорил одно, а мне доказывали совсем другое. Знаете, я просто прошел этот период в первом Москве. В Москве точно так же были люди, которые говорили, что это байки, это ничего такого нет. А потом мы вместе с этими людьми все болели пневмониями, понимаете. И уже после того, как они переболели, они, конечно же, изменили свое понимание, восприятие происходящего. И здесь точно так же. Но прошел, наверное, больше двух месяцев до того, как в общем все поверили. Мне кажется, что даже сейчас есть те, которые не совсем верят, но, грубо говоря, уже на второй месяц пандемии, где-то к июлю, уже сомнение у людей было мизер, потому что все уже знали, что либо сосед, либо кто болеет. По объему людей, которых мы осмотрели, вы понимаете, если даже представить, что вот если они все ринутся в одну дверь, эти там три тысячи человек, четыре тысячи человек, это феноменальный объем для района, это в смысле просто очень много людей. И вот половина из них, вот из этих, не верила до того момента, пока сами не заболели. Остальная половина, вы знаете, вот я уже рассказывал про массовые сходки людей, к сожалению, даже сейчас происходят. И свадьбы, и похороны некоторые все равно делают достаточно с большим размахом. Есть огромное количество людей, которые, ну, не нужно на них наговаривать, которые и даже эти заболезнования по телефону принимают. Но есть и другие, которые и опять, вы знаете, там вот, как нулевой пациент, да, вот они похороны, и мы можем уже отследить всю парадигму всех. Потому что вот я туда пошла, вот я туда пошла, вот я туда пошла, можно уже мазок даже не брать, если вот они сходили на не те же похороны, или на одну и ту же свою. Когда вернулись в Карачаево-Черкесскую республику, вы принимали непосредственное участие в создании координационного центра по борьбе с коронавирусом в Малокарачаевском районе. Какие трудности возникали на тот момент? Или же всё удалось организовать достаточно быстро? Конечно, были трудности. Вы знаете, это приходилось создавать на коленке. Какого-то... Я пытался узнать. Я связывался с Москвой. Расул Буташев очень нам помог, депутат нашей городу, помог нам и материально, и физически. Он связывал меня с людьми, которые как бы были в Москве, делали амбулаторные такие службы. Знаете, не было такого. Я связывался со службами московскими людьми, которые работали там в амбулаторной службе. Примерно такой же колл-центр. Но он был совсем не такой же. Там была врачебная бригада, которая выезжала, и в среднем 10 человек в день. Этого было мало. Мы не... 10 человек в день, это... Считайте, что мы ничего не сделали. Поэтому приходилось в голове придумывать хоть какой-то план, чтобы максимально собрать информацию. Я понимал, что переработкой придется заниматься самим, и переработкой этой информации, обработкой, наверное, даже. Этой информацией занимались мы сами, врачи. И первое время было тяжело, потому что первые дни мне вообще... Я был один просто. И были вот такие стопки этих осмотров. В какой-то момент, во время первой волны, у нас ездило 7 машин. 7 машин, у которых в списках было где-то по 30 человек. Ну, тут плохо... Да, 30 адресов. Точнее, 30 адресов именно, да, вы правильно? Ну, из них мы, конечно же, осматривали тех, кто самые тяжелые, чтобы хоть как-то сориентироваться. И вот разом, вечером, когда они возвращались, 200 человек попадало на осмотр. Из них расчленять, вычленять было очень тяжело. Все равно, знаете, опыт все равно очень интересная штука. Со временем сразу начинаешь понимать, что первостепенное значение иметь, что уже как бы можно на завтра откинуть. Расскажите о тех людях, которые работали вместе с вами в координационном центре. Как обстояло дело с медицинским персоналом? Должен сказать, что здесь, в городской больнице, работает Хубиев Хазыр. Мы с ним проходили ординатуру вместе, ну, всю жизнь мы, ну, жизнь, наверное, анестезиологическую, реанимационную. Мы с ним на связи, мы с ним друзья. И были люди и там, и здесь, и здесь, которых я знаю давно, их квалификация как бы для меня не вопрос. Я знаю, что они хорошие врачи. Проблема была не в том, что кто-то из врачей был плох или хорош, просто проблема была в том, что их не было. Болели люди, к сожалению. Вот самое большое, наверное, упущение или самая большая проблема наша в том, что у нас не было резерва врачей. Не было людей, которые могли бы включиться в борьбу, когда первые ушли. В Москве с этим не было проблем. Потому что большое количество людей, кто-то ушел, на его место встал другой, этот переболел, вышел, этот ушел. И вот такая. У нас здесь ресурс такой микроскопический, что если кто-то выпадает, то он все. Можно, да, место остается вакантным на отмашь. Самым хорошим явлением, наверное, именно, если можно хорошее в коронавирусной инфекции видеть, это то, что она выявила большие провалы в амбулаторном звене. Большие проблемы в службах, в госпиталях. Потому что не было даже, вот первое время, госпиталя заполнять было неким. Приходили люди извне, потому что нехватка, большая нехватка. Вы понимаете, если вот Москва может себе позволить за счет того, что у них высокие зарплаты, у них поток большой, люди все равно скапливаются. И там она может менять одного человека вторым. В районе этого сделать нереально, потому что априори людей с медицинским образованием уже мало. И большое количество людей, наоборот, уезжали на заработки в Москву, потому что там зарплата выше. Нас же не перепрофилировали, у нас заработной платы как в госпиталях так и не было. Но при всем при этом наш персонал работал. Это важно тоже отметить. Знаете, в темные времена лучше всего вид на светлых людей. Коронавирусная инфекция и вообще вся эта ситуация с пандемией показала людей, которые с Богом внутри работают. Понимаете? И показала людей, которые пытаются бойкотировать работу или имитировать работу. Это всегда было. Я уверен, что это не случай того, что сейчас только такое время. Наверняка это были люди такие всегда. Но просто сейчас они все вышли на свет. И вот те, которые в этот момент были на свету, работали и бились, вот они безмерно уважение мое заслужили. Я очень им благодарен и очень рад, что я узнал их. Вы оказываете медицинские консультации не только при личном приеме, но также и через социальные сети. Расскажите, как это происходит. У меня есть бумажка, где я географически отмечаю людей, которые обращаются. Там есть и Челябинск, и Камчатка есть, и Урал есть. Ну, и расширяется. Вы знаете, это не из-за того, что я, наверное, такой особенный. Это из-за того, что люди страдают из-за того, что не могут получить эту консультацию. И необходимость создания этой страницы была продиктована тем, чтобы люди могли обратиться. Чтобы могли получить хоть какую-то маломальскую консультацию. Дело в том, что я всегда, когда обращаюсь, когда мне обращаются люди, к которым я не смогу дойти, которых я не смогу осмотреть, я им всегда говорю, лучше попытайтесь найти человека, который вас осмотрит. Потому что, вы понимаете, чем отличалась наша служба, опять же, от той же московской колл-центров, от колл-центров в других городах. Мы смотрели людей. Мы не просто их обзванивали, а еще их осматривали. Мерили температуру, давление, сатурацию, пульс. Мы осматривали так визуально, потому что наши фильтры, представляете, там 2000 человек, они с коронавирусной инфекцией, когда посмотрят, это уже, в смысле, ни с чем не спутаешь. Они уже знают, что творится с этим пациентом. И я всегда говорю этим людям, которые по соцсетям обращаются, чтобы они попытались найти человека, который будет смотреть их непосредственно. Но если этого нет, если люди брошены, и у них нет возможностей, вы знаете, к сожалению, возможности дозвониться до скорой помощи в большинстве субъектов нашей Федерации ограничены, скажем так, потому что болеют врачи, страдает инфраструктура, первичное звено, к сожалению, не было готово к такому, несмотря на то, что его укропняли, пытались там участковые службы как-то там платить им деньги, не было такого. И из-за того, что этого нет, я по интернету, опять же, по соцсетям говорю людям, чтобы они попытались обратиться туда же, но если нет, то тогда хоть как-то организовать, хоть как-то сориентировать, что делать, потому что людей, к сожалению, паника существует.